Так, пишет Анастейша, 7 августа опять. Юль, здравствуйте, слежу за каждым вашим видео, черпаю для себя идеи. Спасибо огромное. Пожалуйста. Первый вопрос о воспитании. Мальчик 5,5, в средней между старшим и младшим ребенком. Его страшно колбасит эмоционально-физически дома. В саду говорят про него, что чудо-ребенок. Он не может сидеть на месте... чудо в каком смысле? В хорошем чудо? Какой-то неординарной личности? Да, слушаю. Так, его страшно колбасит эмоционально-физически дома. В саду говорят про него, ребенок-чудо. Что значит чудо? Одаренный какой-то? Или... Поединение чудо. Ну чудо это в каком смысле? Что замечательно? Послушный мальчик, да. А, в саду наоборот все хорошо. Да, ты же говоришь чудо. Он не может сидеть спокойно на месте дома. Часто бьет сестру, младшую, кошмар какой-то. Мало реагирует или реагирует с воплями на мои просьбы. Чтобы выплеснуть его энергию, мы вводим его на спорт. Но как-то все равно его перевозбуждение не унимается. Как быть? Да, и еще он постоянно боится меня потерять. С уважением Анастасия. Скажу Анастасии вот что. Ну вот опять же, не видя ребенка, конечно, сложно судить. Сейчас чисто теоретически набросаю. А вы там дальше выбираете, что из этого вам больше подходит. Палка о двух концах. Первый конец. Это СДВГ, что-то с синдромом дефицита внимания. Но в саду он у вас другой, значит, это не очень дело подходит. Значит, тогда приходим к второму концу. Это наши палки. Это неправильное воспитание. Что-то неправильно дома пошло. Не только воспитание. Может быть, в микроклимате семьи. Полная семья, неполная семья. Как взаимодействуют братья и сестры. Все-таки трое детей в семье. Почему бьет младшую? Почему родители ничего не предпринимают? Значит, рукоприкладным занимаются не только дети. Значит, может быть, и родители показали, что по жопе можно получать. Хотя они не имеют права родителей поднимать руку на детей. Ну, это надо вам приходить, мне кажется, к психологу на консультацию, на встречу. И вываливать прям все. Все, что у вас в семье есть. Все рассказывать, чтобы у этого психолога было побольше, как сказать, сведения. Да, чтобы понимать, что происходит у вас в семье. Значит, если он в саду другой, а дома вот такой, значит, он может контролировать. Значит, в саду рамки поставлены, правила установлены, детей бить нельзя. Там, допустим, сейчас одеваемся, значит, одеваемся на прогулку. Есть, значит, есть. Есть, значит, есть. Да, спать, значит, спать. Вот. Значит, дома нет таких рамок, нет правильного воспитания. Значит, что-то идет не так, раз ребенок у вас позволяет. И бейте, и не слушайте, и стерите отсюда у вас. И эмоциональный фон зашкаливает. Как правило, когда вокруг детей правила то меняются, то появляются. Дети растроможенные, не понимают вообще, что им можно, что им нельзя. И вот эмоции скачут, нервная система у нас неспокойна. Какие-то срывы происходят, истерики и так далее. Ну вот, в общем, мне что-то конкретное здесь вам сказать сложно. Наверное, нужно идти к специалисту, такому же, как и я, навстречу. И 5,5 это уже много. Здесь придется, я думаю, что вы сильно сами там не справитесь. Придется, я думаю, какой-то курс занятий проходить. Хотя, опять же, он у педагога будет слушаться, а у вас дом не слушаться. Скорее всего, наверное, педагог вам, вот как и я, расскажет какие-то правила поведения. Скажет, что вы неправильно делали в семье. Скажет, как это нужно сделать правильно. И вы должны придерживаться этих правил. И за месяц, и за другой, я думаю, что можно ребенка повернуть в другое русло. И поведение немножечко исправить. А может быть, и вообще исправить, прям на 100%. Ну, в общем, да, запущенный случай. Я думаю, это ПЕЗ-запущенность. И вот с ней нужно работать. У меня мало информации, что не так происходит в вашем семье, что ребенок вот так вот, вот такое вот сложилось у него поведение. И по скриптам еще Анастасия пишет. Меня заинтересовало материал Эву, в каких магазинах его можно купить. Понятия не имею. Эву беру на заводе. У нас здесь недалеко есть завод, который выпускает эту Эву. Мы берем большими листами. Метр на два, примерно, плюс-минус 20 сантиметров. Такие листы стоят около 2,5 тысяч. В магазинах я не думаю, что они продаются, а может быть, и есть. Не знаю. В виде изделия только что. В виде изделия, да, какого-то. Вот эти всякие коврики в виде пазлов, которые складываются, буквами, допустим, сложили. Пазлы такие вот большие. И коврик на полу получается. Может быть, так как-то. Вот. И еще девчонки какие-то писали, что на Али они видели эту Эву. Но, по-моему, она более тонкая. Я-то брала Эву сантиметр 2. А там, мне кажется, тонкие листы. Ну, может быть, и толще есть. В общем, поищите. Я не знаю, в каких магазинах. Вот беру исключительно сама на заводе. Все, Анастасии пишу, ответили. Продолжение следует.